Возобновление традиции проведения спартакиады здоровья – это маленький праздник, как для организаторов мероприятия, так и для жителей Бреста, активных, спортивных, предпочитающих здоровый образ жизни. Участники состязания по настольному теннису – отличный тому пример. На инициативу проведения спартакиады они откликнулись живо. Спорт в жизни каждого из них занимает далеко не последнее место. Студенты, работники предприятий собрались посостязаться в технике и ловкости, нести первые баллы в копилку своей команды. Ажиотаж очень большой. На данный момент у нас участвуют в первом нашей группе, в сегодняшнем дне участвуют учащиеся всех СУЗов и ВУЗов города. Если раньше участвовали не все, то сейчас, как будто мы возобновляем, всем очень интересно и все хотят участвовать. Среди предприятий свыше тысячи у нас на данный момент уже заявилось 14 команд. До тысячи у нас 8 команд. Настольный теннис – это такой вид спорта, где, можно сказать, играть умеют все. Вот, бадминтон – тоже такой вид спорта. Подтверждение на данный момент уже получаем от всех СУЗов-ВУЗов. И от предприятий на данный момент 16 предприятий свыше тысячи и более 10 команд до тысячи. Судя по количеству желающих принять участие в первом этапе соревнования, сомневаться не приходится. Спорт-океады пройдет масштабно и насыщенно. В программу состязания входят поединки по бадминтону, футболу, плаванию, шахматам и шашкам, дартсам, многоборью и лыжным гонкам. В каждом из этих видов спорта участники смогут проявить себя, продемонстрировать уровень физической подготовки. Начало спорта-океады положено, надо сказать, весьма успешно. Молодежь должна, помимо основной деятельности, заниматься разными видами спорта. То есть, независимо, бадминтон, теннис, велоспорт или что-то вроде. Если предложат еще поучаствовать в этом соревновании? Конечно, естественно, соглашусь. Настольный теннис – такой вид спорта, в котором может играть любой человек. И он достаточно активный, независимо ни от возраста, ни от пола. Все могут в него играть, и это приятно. Много двигаешься, потеешь. Как бы это полезно для здоровья, а как учащийся в медицинском колледже, вообще за активный образ жизни. Подведение итогов спорта-океады состоится в декабре. По итогам всех турниров будут определены лучшие спортсмены в семи группах участников. Все это время брещане будут состязаться за лидерство, накапливать общекомандные баллы. Сегодня у организаторов мероприятия нет сомнений, традицию надо продолжать. Соревнования обещают быть массовыми и интересными.